Так почему же никуда не делись мужчины? Да потому что там, на звездах для дальних потомков наших духовных учителей, мы, мужчины являемся только выгоревшей под классом земного человечества, который уже больше ничего не способен им дать для их внутреннего развития, а вот женщины, они дали возможность там, на многих планетах и в целых в звездных мирах просто возродить человечность. Внезапно слово взял прежде безучастный руководитель аванпоста на Марсе Эванс Брукс. Прежде всего, сейчас говорить буду не только я, но и Фридрихом Вильгельмом Ницше. Потому что говорить обоим нам будет о чем, соблазнительно представить самого Ницше в качестве астронавта, который выходит в космос, созерцает оттуда Землю и наглядно видит контраст между безразличной сверкающей планетой и столь же безразличными постоянно чем-то занятыми разумными животными на ее поверхности. Это они двигают прогресс и развитие человечества. Изобретают компьютеры, квантовые компьютеры в том числе, исследуют дальний космос и стремятся колонизировать Марс. И еще интересно, понравилось бы и Пифагору, что открытый космос, собственно его он и называл гармонией сфер или музыкой мироздания, согласно современным астрономам звучит либо как дождь, либо только на крайний случай токатой. Что до ваших бионических астронавток, улавливающих всяческие пограничные страхи, то вот что предположительно сказал о них Фридрих Ницше. Те, кого видели танцующими, казались безумными тем, кто не мог слышать музыку. Но ведь Бог дал нам музыку, чтобы мы, прежде всего, влеклись ею ввысь. Великое светило. К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь? Даже у Бога есть свой ад, это любовь его к людям, сказал тоже философ, и при этом прибавил. Люди не любят Бога, потому что он лучше них. Но когда ты сам будешь ценить то, что у тебя есть, а не жить в поиске идеалов, только тогда ты по-настоящему станешь счастливым. И еще, в сознательной любви, женщины есть и внезапность, и тьма рядом со светом, утверждал Ницше. Но вот что касается сатанизма бионических астронавток, то если у них нет Бога, то и сатаны тоже нет. Ведь там, где убирается любое гуманистическое начало, человек, а не только его бионическое подобие, превращается в животное. Или машину. И в финале, деконструируется личность. Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Ведь, по сути, у вас на космотросера возникла мужская гендерно-гидонистическая тирания, и не надо здесь быть Фридрихом Вильгельмом Ницше, чтобы признать это печальное обстоятельство. Просто такой явно обличительной речи зал просто примолк, но затем последовал очередной скользкий вопрос. Скажите, Стас, а что это за бионические детки были у вас в экипаже, уточните, пожалуйста, конкретно, чьи они и как долго, так и остаются детьми? Дети как дети, правда, они изначально бионические, но зато, точные копии моих собственных земных детей, которые, по настоянию их земной матери, категорически отказались лететь в дальний космос с отцом, и остались на планете Земля со своей матерью. У этих дублеров были свои достаточно обширные и полноценные взгляды на жизнь и наши нынешние исследования во имя науки. Все это так неожиданно, мило и откровенно, но как же те земные, и по сути, ваши кровные человеческие дети? К сожалению, в силу сверхнапряженного десятилетнего графика лунно-марсианской подготовки к, увы, сорвавшемуся полету, мои земные дети недополучили моего истинного отцовского внимания, но зато этим бионическим крошкам я уделял должное внимание с первых минут их искусственного создания. И все бы ничего, но, правда, они так никогда и не станут взрослыми. Это просто ужасно, ужас, мгновенно выдохнул зал. Неужели у вас в голове, Стас, есть только одни маленькие клоуны и кукольные муляжи? Давайте уточним, вернее, детские клоуны двух маленьких очаровательных существ, которых земная мать остановила в порыве роса, и запретила им хоть когда-нибудь стать взрослыми. У меня на сей счет есть даже нотариально заверенная ее собственная расписка. Спроецируйте, пожалуйста, ее на демонстрационный экран. Спасибо. Так вы, Стас, хотите сказать, что это было продуманное наказание этих кибернетических сущностей? Мы тут полагаем, что да, и тогда вы самый настоящий духовный палач. Позвольте и на сей счет возразить, что это не предмет нашего рассмотрения, когда там, в дальнем космосе наших духовных предков и наших древних великих учителей поняли, что экипаж выгорел, выкипел, вышел в тираж, было принято решение возвратить нас в пределы нашей солнечной системы, о чем нам так и сказали, мол, что все наши техногенные знания, ничто, а эмоциональная соразмерность с миром, который давно уже пошел дальше и пережил все эти трагедии и катаклизмы, мы все еще дети.